Приветствую вас, сразу скажу, что я не читал ваш профиль, не читал ваши предыдущие вопросы, если вы их задавали, да, потому что, ну, вы их задавали тогда, мало ли, может быть, сейчас у вас уже что-то изменилось в жизни, вот. В любом случае, я рассматриваю ваш вопрос так, как вы его задаете, вот, в разделе психологии, и так, как вы его задаёте здесь. Значит, мне кажется, что у меня сбились настройки. Во-первых, то, что вам кажется, это ещё не отложение, что это действительно так, это во-первых. Во-вторых, настройки, это, мне кажется, больше эзотерическое, понимаете? И я поясню, почему мне кажется, потому что я помню, что когда-то кто-то из эзотериков говорил, что настройки какие-то нужно применять. То есть, с этой точки зрения, мне кажется, что само понятие настройки, оно больше эзотерическое, нежели чем психологическое. Поэтому, если вы говорите именно о настройках, то каких и что они из себя представляют. То есть, вообще-то говоря, в жизни случается довольно много разных вещей, и если бы из-за этих вещей человеческие настройки вот так разрушались, то, мне кажется, что было бы гораздо тяжелее жить людям, поэтому здесь я могу, опять же, только у вас спросить, что это за настройки такие, что они из себя представляют. Если они сбились, то что могло их сбить, из-за чего они сбились, то есть как это повлияло на ваши настройки, вот, и так далее. Вообще, с точки зрения, опять же, психологии, нельзя сказать, что происходящее с вами, это что-то плохое. Вообще, с точки зрения психологии, я бы сказал, что что-то с вами происходит, это называется кризис. Кризис, так вот, кризис, это штука полезная. Кризис помогает понять, в первую очередь, что именно вы делали в своей жизни, что именно в своей жизни вы делали неправильно, не так, как нужно, и что именно в вашей жизни было, ну, например, ложно. Вот просто ложно. Да? То есть... Именно ложно. Это какие-то ошибочные, может быть, взгляды, это ошибочные суждения, это ошибочные представления о мире, это ошибочные директивы ваших родителей, например, которые к вам отношения, ну, как такового могут даже и не иметь на самом-то деле. Вот. И до поры до времени это, собственно говоря, вам помогало, до поры до времени это поработало. А потом, в критический момент, вы поняли, что это в действительности ничего не стоит. То есть какой смысл, например, в убеждениях, какой смысл, например, в каком-то мнении, в каких-то точках зрения, если они, эти самые точки зрения, например, в критический момент дают сбой. Или если они изнашиваются, как старая одежда. Понимаете? Вот. Поэтому, если раньше, как вы говорите, вы были жизнерадостным, оптимистичным человеком, а потом, после этого что-то случилось, что вас сломало, значит, вы были не по-настоящему, нерадостным и оптимистичным человеком. Не по-настоящему. Это значит, что либо вы играли свою роль, либо вы хотели угодить кому-то, ну, например, своим родителям. Вот. Либо вы по-другому просто-напросто боялись, что люди вас не поймут, а в действительности вы были совсем другой. Понимаете? Либо вы считаете, что быть не оптимистичной, да, не оптимистичной, плохо. Ну. То есть, как бы, ну вот, считаете вы так, что обязательно человек должен быть оптимистичным. Вот обязательно прямо он должен быть таким. А если он другой, то он не может быть другим. Не имеет права. Понимаете? Но, в любом случае, я хочу, чтобы вы поняли этот момент, что то, чем вы жили раньше, и то, как вы жили раньше, это явно не ваше, так скажем. Не ваше, не ваше это позиция, не ваше это точка зрения, не ваше это решение. Понимаете? Вот. Значит, здесь что-то было из внушенного вам, что и, соответственно, до поры до времени давало вам результат. Вы пишите, я всегда был сильным, активным, оптимистическим человеком. Что значит сильным, что значит активным, что значит оптимистичным? Знаете, мое понимание, оптимист это человек, который во всем видит хорошее. Но очень часто оптимисты это люди, которые не замечают плохое. Можно ли назвать этих людей оптимистами? Нет. Скорее, это люди, предпочитающие жить в иллюзиях. И, судя по тому, что вы написали, а написали вы о том, что вас что-то сломалось, да? Я могу предположить, что, ну, скорее всего, вы именно тот человек. То есть вы человек, у которого была программа на то, чтобы не замечать плохое. И вот вы не замечали. Вы не замечали, вы не замечали, не замечали плохое, не замечали. Оно скопилось, 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 скопилось и проявило себя. И когда его уже нельзя не замечать, всё у нас сломалось. Понимаете? Ну вот. И в этом контексте, конечно, на мой взгляд, ну, очень, вы знаете, очень интересным представляется то, что вы понимаете под силой, например. Что вы понимаете под активностью, что вы понимаете под оптимизмом. На мой взгляд, это тоже очень интересно и важно. Потому что, как мне кажется, если вы не замечали плохого, да? Не делали выводы из наличия плохого в вашей жизни, если вы не корректировали своё поведение, если вы не делали выводов, не извлекали опыт, то, соответственно, есть подозрение, что и понятие силы, и понятие активности, оно тоже не является сколько-нибудь истинным и адекватным реальному миру. Вот. И, может быть, в действительности, вы не сильный человек. Но это не есть плохо, на самом деле. Не надо думать, что это плохо. Это не плохо. Это реальность. И в этой реальности ничего плохого нет. Поэтому я только надеюсь на то, что вы адекватно отнесётесь к этому и поймёте, что кризис-эн-кризис, на него нельзя закрывать глаза, на кризис, на наличие кризиса. Вот. И если уж кризис случился, да, то с ним нужно, ну, что-то делать. А иначе, иначе всё будет ещё хуже для вас. Ну вот, как сейчас ситуация происходит в вашей жизни. Так же, всё у меня получалось. Цели достигались одна за другой, несмотря на множество препятствий и ударов судьбы. А почему было множество препятствий? Какие были удары судьбы? Что были за цели? Кто их ставил? Как они достигались? Какой ценой? Вот. То есть, чем вы платили за достижение целей своих. Сейчас я постоянно боюсь, что не получится. А почему боитесь? Ну, не получится. Хорошо. И что? Обязательно должно получаться. Что случится-то, если не получится? Что страшного произойдёт? Перестаю верить в себя. Ну, вы знаете, вот если смотреть структурно на вашу проблему, то можно сказать, что вот эта вот вера в себя, да, она попитывала нас до определённого момента. Но проблема в том, что у веры есть одна существенная особенность. Если будет доказано, что вера неправильна, если, ну, человек, например, будет сомневаться, да, начнёт сомневаться в том, что вера, она, ну, работает, да. Вот. Если человек начнёт сомневаться, то всё. Вера часто теряется. Поэтому вера помогает, когда не помогают знания, вера может помочь, когда человеку действительно тяжело, но у веры есть вот это вот, вот это качество, эта черта, да, что в ней можно как бы разувериться. В вере можно разувериться. И вы разувериваете сейчас, потому что вместо знаний, вместо опыта, вместо структуры у вас была вера. Почему-то. То есть там, где нужны были знания, у вас вера. И наступила такая ситуация, появилась такая ситуация, когда вера вам помочь не смогла. Ну, не смогла. Ну, не были знания, а вы, вы использовали веру. Ну, вот, подумали, ах, как всегда. Справлюсь, как всегда. Вот. И не справились. И вера, соответственно, теперь теряется. Потому что не спасла вас вера. Сомнения появились. В том, что, в том, эээ, ну, в том, что вы верили. Вот. Понимаешь? Ох. И отсюда вопрос у меня возникает к вам. Так, а раз кризис, значит, может нужно перестать верить и начинать знать, начинать узнавать, начинать понимать какие-то вещи, а не верить. Дальше, эээ, значит, эээ, перестаю верить в себя, в замыслы и находю в себе оправдание. По факту все ручится. А оправдание вы себе находите от чего? Зачем? Почему? Эээ, замысл, вы перестаете верить в замыслы, а зачем в них верить? Их нужно просто реализовывать и всё. Эээ, вот. Как выйти из замыслного круга и вернуться в себя прежде? Ну, во-первых, чтобы выйти из замыслного круга, нужно понять, как вы туда зашли, ээ, с помощью кого. Эээ, чтобы выйти из замыслного круга, нужно разрешить себе это сделать. Судя по всему, эээ, к этому замыслному кругу вы шли не один год, ну, не один день, это точно. И, эээ, у этого есть причины, причины. То есть, есть причины, по которым вы в этот замыслный круг попали. Вы этих причин не видите, вы этих причин не понимаете, вы их не осознаёте, и это нормально. Но если эти причины найти, если их увидеть, если увидеть запрет, который у вас есть, запрет на шерсть в определенный момент, запрет на удачу в определенный момент, и, соответственно, эээ, подсознательное стремление к тому, чтобы, эээ, ну, чтобы попасть в этот замыслный круг круг, вы сможете из него выйти. Это а. И б. Вы не станете прежней. Вы не будете прежней. Потому что, если бы вы были прежней, вы бы не попали бы в эту ситуацию, и вы бы никогда не задали свой вопрос. Раз вопрос задали, значит был кризис, раз был кризис, значит есть знания. Если есть знания, то прежней вы уже не будете. Знания меняют человека, меняют очень сильно. Меняют подчас гораздо сильнее, чем вера. То есть не так. Вера может изменить человека, эээ, знаете, радикально. Фера может изменить человека кардинально. Но она меняет его поверхностно. Пока человек верит, он, эээ, как бы, ну, изменен, да. Но если вдруг он перестает верить, то и, соответственно, изменения, эээ, тоже прекращаются. Ну вот. Эээ, со знаниями ситуация обстоит не так. Со знаниями ситуация складывается так, что если человек однажды что-то узнал, он изменился раз и навсегда. И он уже не изменится обратно, он уже не поменяется назад. Даже если он заблудит, все равно в нем будет, в нем будет находиться вот эта вот ассоциативная цепочка, которая будет направлять его самого куда-то, даже если он этих знаний не будет иметь. Поэтому вот так обстоят дела. Так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что, эээ, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, эээ, буду помочь. Если вам понравился, эээ, понравился мой ответ, эээ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Эээ, я желаю вам всего самого доброго и удачи!